В конце прошлого года в Федеральном законе о потребительском кредите и микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях приняты соответствующие поправки по микрозаймам, которые направлены на защиту заёмщиков. И для вышеуказанных организаций, и для их клиентов действуют уже новые правила. Они направлены на защиту заёмщиков, которые из-за безвыходной ситуации или по незнанию могут набрать кредитов под огромные проценты, и в результате решится средство и имущество. Несмотря на то, что большинство заёмщиков рассчитываются с микрозаймами в установленные сроки, это сильно бьёт по семейному бюджету. До вступления в силу данного закона ставки по микрозаймам составляли 2,5% в день или более 900% в год. Сегодня уже действует так называемый закон о процентах, который регулирует максимальный размер ставки по кредиту. С 28 января максимальная ставка по микрокредитам ограничена до уровня 1,5% в день, а также с 1 июля ставка составит максимум 1% в день. Например, если заёмщик взял 10 тысяч рублей и не смог их выплатить в срок, то с 28 января микрофинансовые организации смогут начислить ему в виде штрафов только 25 тысяч рублей, и всего он будет вынужден выплатить только 25 тысяч рублей. Данная форма действует с 28 января по 30 июня 2019 года. А уже с 1 июля все штрафы и пени по займам не могут быть больше двукратного размера суммы полученного займа. Например, заёмщик взял 10 тысяч рублей и не смог их выплатить в срок, то с 1 июля ему смогут начислить в виде штрафов максимум 20 тысяч рублей. К сожалению, по договорным отношениям, которые действуют до момента вступления в силу данного закона, эти изменения их не затронут.